По благословению архиепископа Владикавказского Иландского Леонида в Национальном музее Северной Осетии Илании состоялось открытие выставки во имя святого князя, посвященной восьмистолетию со дня рождения святого благоверного князя Александра Невского. В экспозиции больше ста уникальных фотографий с изображениями храмов, посвященных святому. Выставочный проект прибыл в Осетию Иланию из Санкт-Петербурга. В основе его одноименный труд, составленный наместником Свято-Троицкой Александра Невской лавры епископом Кронштадтским Назарием. Иллюстрированное издание посвящено храмам, часовням, пределам и другим молитвенным местам во имя благоверного князя, как действующим, так и утраченным. В экспозиции представлены лучшие фотографии издания. Мне очень приятно и радостно, что в год восемьстолетия со дня рождения Александра Невского политика благоверного князя, святого человека, воина, мыслителя, в общем, эпитетов можно дать на много. Мы открываем сегодня эту выставку по крупицам, также собранную одним из наших собратьев, архиереев, епископом, наместником Александра Невской лавры в Санкт-Петербурге, епископом Назарием. Это, прежде всего, конечно, фотографии. Фотографии, которые незыблемо свидетельствуют, опять же таки, о благоверном великом князе, о его духовном наследии, о тех святынях и храмах, которые были и есть на сегодняшний день. О тех святынях, которые были пороганы, о тех святынях, которые были разрушены и не сохранены. Ну и что-то, конечно, дошло до наших дней. Факты, конечно, говорят сами о себе. До 1600 святынь удалось отыскать на сегодняшний день касаемо благоверного князя Александра Невского. И более двух тысяч, к сожалению, мы потеряли. Не исключением явился и наш доэволюционный храм в честь Александра Невского в нашем престольном краде в Владикавказе. Владыка также отметил особую связь нашего народа с благоверным князем. Напомню в присутствующем о родстве, которое связывает Александра Невского и Марию Ясыню, святую, почитаемую Русской Православной Церковью. Вы прекрасно знаете, что Александр Невский является внуком Марии Ясыни, Марии Аланки, женщиной святой жизни, очень много отдавшая и своему народу, и своему отечеству. И, конечно, всеми почитаемый образ ее находится и у нас сегодня в храме святого Владимира написан. И она также находится в сонме великих святых, почитаемой Русской Православной Церковью. Вот такая историческая и духовная связь интересная прослеживается нашему народу. Спасибо большое. Директор Национального музея Батрас Цугоев, выступая на открытии, отметил, что совместный проект Владикавказской епархии и музея получился удачным и поделился планами дальнейшего сотрудничества. Это первое мероприятие совместное, посвященное к празднованию Крещения Алании. У нас запланированы несколько мероприятий в следующем году. Я думаю, это первый шаг и работа будет благотворной и полезной для нашей республики. Спасибо вам за то, что пришли. Я вас поздравляю с хорошей выставкой. После вернисажа архиепископ Леонид в сопровождении директора и сотрудников музея посетил постоянную экспозицию, посвященную историю Осетии Алании. Правящий архиерей отметил, что музей, безусловно, является национальным достоянием. Выставочный проект во имя святого князя продолжит работу до конца июля. После вернется в Санкт-Петербург в Свято-Троицкую Александроневскую лавру. Пресс-служба Владикавказской епархии.